Радио 54 Первое областное радио Страхование это все же ненужная трата денег, деньги на ветер или же спасательный круг? Замечательный вопрос Я ждал его На самом деле вопрос риторический, на которого нет ответа, точнее он для каждого свой Вот абсолютно точно, когда добро это или зло, хорошо или это плохо, это ненужная трата денег или это то, что может спасти в сложной ситуации Определяется для каждого человека в каждой конкретной ситуации Вопрос в том, что страховать и какому человеку в такой ситуации Конечно, конечно На самом деле у страхования, на мой взгляд, есть две проблемы Две проблемы И все они человеческого фактора, скажем так Во-первых, общее отношение к страхованию как ненужные вещи, лишь не тратить денег и так далее Которое обычно формируется, ну скажем так, не из глубокого анализа этого вот явления такого, да А где-то услышал, где-то что-то в новостях А говорят о чем обычно? О плохом Какие могут быть даже суеверия Абсолютно Если застрахуюсь, то значит вот это обязательно произойдет Хотите, я вам скажу, что пишут в чатах люди Они так и пишут, попробуй со страховщика потом стрясти свои деньги Они действительно так считают А хорошим-то никто не пишет обычно Пишет о том, что на каждом углу кричат, все плохо и так далее А мы это слышим, мы это воспринимаем и общее мнение такое складывается А второй момент, это чисто психологически такой более глубокий Что такое страхование? Это о плохом Это о негативе, это о последствиях, да А человек, ну не склонен думать о плохом в принципе изначально То есть он гонит от себя эти мысли И, соответственно, если он не задумывается о последствиях О страховании он в принципе не думает И если первая часть это больше про финансовую грамотность, про знания, про навыки То вторая это про ответственность Про ответственность за себя, за своих близких, за свое имущество и так далее А это уже взрослый такой подход к тому, что может с тобой произойти в любой ситуации Без надежды на авось Без надежды на авось Ну а с другой стороны, если человек сам готов нести какие-то риски В плане того, что оплачивать возможный ущерб кому-то Ну почему нет? Безусловно, безусловно На самом деле здесь, вот если говорить про целесообразность страховки Она из трех элементов складывается Во-первых, это масштаб риска Масштаб последствий, который может быть То есть насколько велика для человека утрата, потеря будет И насколько он сможет с ней справиться Второй момент, это вероятность возникновения рисков Насколько велика вероятность, что негативные напоследствия в принципе могут наступить Или они вообще не могут наступить И третий момент, это, конечно, соразмерность компенсации ущербу И это как раз именно страховая уже тема Это изучение условий и так далее Косовственный страховой взнос тоже сюда же Конечно То есть если человек ответит для себя на эти три вопроса Он однозначно определит, нужна ему страховка или не нужна Друзья мои, может мы все-таки предоставим слово эксперту Обязательно Давайте, может быть, о новостях из мира страхования Что свеженького сейчас происходит, на что можно обратить внимание Там какая-то либерализация, да? Что это вот такое? Да, давайте расскажу, если говорить о последних новостях Самая популярная, конечно, страховка в нашей стране Обязательно ведь страхование ОСАГО То, что касается всех автомобилистов Я думаю, многие нас слушают Это, конечно, закон о либерализации ОСАГО Очень важная тема То есть как было раньше, да? Грубо говоря, раньше был единый тариф Который устанавливался, по сути, всеми страховыми компаниями Он был продиктован государством, законом ОСАГО И вам, по сути, было неважно, в какой страховой компании страховаться У вас есть определенные коэффициенты Вашего стажа, возраста Вашей безаварийности Вы хороший водитель, вы давно водите Вы безаварийный Поэтому, по сути, коэффициент что в одной, что в другой страховой компании Базовый тариф он одинаковый Поэтому вы страховались Сейчас, по сути, Центробанк отпустил немножко тарификацию Пустил ее в рынок И каждая страховая компания Она может сама устанавливать базовую ставку для конкретного водителя Ну вот возьмем пример У нас там, как бы, бывают люди, которые из года в год страхуются в одной и той же страховой компании Они каждый год опытный водитель, у которого уже там минимальный коэффициент Он негодует Ну почему, ребят? Ну я же у вас уже сколько лет страхуюсь Ну логично, да А вы мне там не понижаете тариф, например Страховые компании, раньше у них не было такого возможности Потому что базовая ставка была единая Коэффициенты у водителя и так минимальные Что мы можем еще сделать, да? Сейчас есть возможность как раз страховых компаний Там постоянным клиентам, которые все время с ними Которые страхуются, да, они там безаварийные Снижать базовую ставку, таким образом экономится тариф Это очень здорово А насколько велика вот эта дельта? Расширили границы коридора в пределах 10% То есть для разных регионов Да, плюс-минус туда-сюда 10% Поэтому для разных регионов он составляет по-разному Но уже сейчас ощущается То есть, конечно, сейчас идут такие более точечные настройки Но уже сейчас клиенты ощущают разницу Что тариф был там, например, в прошлом году сколько это стоило В этом году он дешевле на 500 или даже 1000 рублей для кого-то Ну то есть как бы в зависимости от мощности А вот, кстати, такой вопрос, учитывая, что нас слушает не только Новосибирск, но и область В чем разница географическая? В плане того, что в Новосибирске базовая ставка одна, а в области совсем другая Нет, базовая ставка как раз одна для Новосибирского региона Идет разный коэффициент территории То есть у нас в Новосибирске в этом плане уникальный регион Потому что в городе коэффициент территориальный составляет 1,7 А в области он 0,9 Причем к области относятся такие регионы, например, как Кольцово Это да, уже область относится А Восхнил, да, там, например, Колывань Вот если ты прописан в Колыване, тебе очень нравится твой страховой взнос Очень, да, очень нравится Это да Вот пришел вопрос только что на эфир на WhatsApp Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Три раза написано Расскажите о навязанных страховках Вот что это за история такая Навязанные страховки, как с ними бороться Где чаще всего встречаются? Ну, давайте поговорим про навязанные страховки Немножко, как бы, чуть-чуть отвлекусь То есть, чтобы мы понимали Страховой бизнес, он не только на страховых компаниях держится Да, то есть, что такое страховая компания? Это в первую очередь компания, которая регулируется Центробанком Есть регулятор Она имеет обязательно лицензию То есть, и страховых компаний на рынке их, в принципе, не очень много Но страховые компании, у них как бы такая Ну, сеть, паутина или что-то еще Да, есть такие агенты Во-первых, агентский бизнес – это то, что сопутствует страхованию Потому что физически просто страховая компания не может обслужить всех клиентов Те же самые полисы Выдать ей просто необходимые агенты, например Есть партнеры Ну, вот если говорим там про навязанные или ненавязанные страховки Их, конечно, сейчас очень много в страховых продуктах И даже я, там, работая в страховании Не всегда знаю там все страховые продукты, которые есть на рынке Потому что, да, даже так бывает Нельзя объять необъятное, да Страховой, ну, как бы, бизнес, он достаточно большой Но приведу пример Может быть, наши пользователи имеют в виду такие житейские, да Например, покупают они какую-то бытовую технику Или там, вот сейчас в последнее время очень популярно стало, да Вы приобретаете какую-то телевидео-аудиотехнику бытовую Там, например, крупная покупка, телевизор, как бы И вам предлагают дополнительное страхование А вот что с этим делать? Если вам во время покупки, приобретения бытовой техники Навязывают такую страховку Узнаем буквально через минуту Оставайтесь с нами Можно ли вообще защититься от этого каким-то образом? Она законна Как на нее реагировать, каждый решает, конечно, сам Естественно, мы допускаем вариант Что вам, может быть, продали эту страховку Хотя, конечно, есть плюсы, да Вот если кратко рассказать Я, там, года два назад купила себе телефон И, представляете, на второй день на него упал, например, утюг И, там, повредился, да Если бы у меня была какая-то дополнительная страховка Вот именно, которая подразумевает такие негарантийные случаи Я могла бы ее заменить, да Это если о плюсах говорить Но если вдруг, как бы, вы все-таки приобрели этот полис Под воздействием обаяния, там, продавца или что-то еще Нужно всегда, давайте скажем такую важную вещь, да И в постраховании есть такой термин, как период охлаждения То есть это, ну, аналогично тому, как вы приобрели какой-то товар И в течение двух недель вы можете его вернуть, например, да Там, что вам не подошло Ну, здесь немного другая терминология Период охлаждения Как правило, он устанавливается в договоре страхования И он минимально составляет две недели То есть в течение двух недель вы можете всегда Если вы передумали, все-таки пришли домой Подумали, взвесили и поняли, что вам эта страховка не нужна Можете обратиться в страховую компанию и расторгнуть этот полис Это очень важно Это не только касается, например, там, ну, таких вот дополнительных страхований Вот почти никто об этом не знает Да, уверена, что никто Мы с Сергеем когда обсуждали, готовились к эфиру Тоже это было такое свое открытие Из моего страхового опыта Я тоже знаю, что клиенты не знают об этом Даже когда, вот, бывают же крупные страховки, да Когда покупают автомобиль, например, и при этом там предлагают дополнительное страхование Ну, и люди, ну, не проинформированы о том, что они могут расторгнуть этот полис Я даже не знаю, что страховка есть Да, 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 проблема-то в том, что это все включается и так завуалировано Что ты не всегда понимаешь, что у тебя там внутри этого пакета Но при этом еще часто бывает ведь так, что тебе вот этот продавец говорит Вы знаете, вам, наверное, кредит не одобрят, если вы не согласитесь на эту страховку Вы прямо сняли с языка, да, потому что очень важно, как бы, момент, конечно, взвешивать Возьмем ту же самую ипотеку По сути, как бы, договор страхования жизни и страхования имущества Он является дополнительным, необязательным, да, страховку, которую вы оформляете Но есть очень важный момент Вам банк, например, просто повысит процентную ставку, если вы откажетесь от этого договора Да, то же самое там при покупке, например, ну, какой-то тоже бытовой техники, например, или что-то еще Ну, возьмем даже крупные покупки автомобилей в салонах, например, когда их предлагают То, что всегда, как правило, страхуют каской, это правильно, да, это новый автомобиль Там за него больше переживаешь Но и дополнительно к этому идут спецусловия То есть вам делают скидку на автомобиль Либо делают хорошую скидку на автокредит, если вы берете машину в кредит Здесь нужно взвешивать, конечно, риски и понимать, что если вы расторгнете договор страхования Но при этом у вас изменятся хорошие условия Нужно считать деньги, нужно понимать, чем это чревато Поэтому, да, навязанные страховки, может быть, бывают Добросовестные страховщики, как бы, на самом деле всегда ориентируются на то, чтобы выбор клиента был осознанным В первую очередь нужно подумать Добросовестные страховщики, хорошие, давно работающие на рынке Они не стремятся, на самом деле, к импульсивным клиентам, которые купили покупку здесь и сейчас Под воздействием каких-то обстоятельств, потому что, поверьте мне, они только больше проблем потом добавляют С ними разбираться, расторгаться и так далее Это никому не надо Но, тем не менее, опять же, возвращаясь к тому, что не всегда тот, кто вам продает полис, это страховая компания Потому что это может быть страховой агент, это может быть партнер, это может быть какое-то, ну, еще, как бы, какое-то лицо, в котором просто заключен договор Возможности продаж страховых полисов, страховых компаний И, к сожалению, конечно, ну, страховщики работают с партнерской сетью, но не всегда это получается там делать эффективно Мы не можем за всех людей, ну, вот именно, отвечать за их добросовесть Какие-то есть еще уловки у страховщиков, на которые вы бы хотели лично, как профессионал, обратить наше внимание? Ну, что они еще делают такого? Ну, смотрите, как бы, конечно, мы живем в мире рыночном, да, и маркетинг, он диктует свои условия И всегда при покупке того или иного продукта, например, явно высвечивается его преимущество и скрываются недостатки Да, мы знаем о мелких шрифтах и прочее Здесь, конечно, нужно быть внимательными, аккуратными и читать условия страхования, правила страхования Во-первых, и всегда, ну, как бы, идти за покаткой-то конкретной потребностью То есть, как правило, у человека есть все-таки, ну, сформированная потребность, да То есть, есть дом, нужно его застраховать, там, от пожара, например, то есть, как бы, сделал ремонт и так далее Выясняйте, будьте настойчивыми, спрашивайте, пусть вам дают аргументированные, подтвержденные документами ответы И тогда вы, как бы, вы будете довольны тем, что вы приобрели, не будет каких-то уловок Ну, здесь вот, например, если скажем, да, вот сейчас пандемия накладывает свои отпечатки И у нас активно тоже в страховом бизнесе развиваются дистанционные сервисы И когда только в мае этого, ну, весной этого года началось такое первое ограничение Люди прям требовали, да, страховки от ковид Страховки от ковид, я вам могу сказать, что есть сейчас на рынке, как бы, страховые продукты Которые предусматривают, в частности, вот, страхование, там, от риска заболеваний коронавирусной инфекцией Как много там мелкого шрифта? Вот в том-то и дело, что очень-очень много нюансов Опять же, как бы, продукт новый, да, на рынок только выпущенный Может быть, там спрос породил предложение от страховых компаний И есть очень много тонкостей нюансов, да, где-то надо, чтобы диагноз был подтвержден Где-то не надо, где-то там... Надо доказать место заражения, я даже об этом слышала Где-то что-то еще, да, поэтому очень тонко, мелко надо разбираться именно Есть продукты, есть и хорошие продукты, есть именно те, которые помогают людям Потому что, ну, бывают случаи, что очень часто выбивают из рабочего процесса Человек просто, как бы, на несколько месяцев выпадает из ритма жизни, да Ему нужна эта подушка безопасности поддерживающая, которая именно обеспечивает вот эта страховая компания Вот если возвращаясь к тому вопросу, да, который мы ставили вначале Все-таки подушка безопасности или ненужные траты И я согласна с Сергеем, он говорил, что каждый человек определяет для себя И поймите, для кого-то застраховать там новый автомобиль, только что купленный На который ты копил там 10 лет, это очень важно, потому что прям критично Каждая там царапина или что-то еще А для кого-то, ну, не нужен этот поле сказка, потому что, ну, и ладно, как бы Да и подумаешь, да Да, ну и отремонтируем один из десяти автомобилей, допустим, да, ничего страшного Ну, общий совет внимательно читать договор достаточно такой неоднозначный Поскольку юридический язык, достаточно сложный формулировок в таких документах Он часто недоступен обычному человеку, поэтому можно же, например, взять договор и сходить к юристу, да, к знакомому И полистать вместе с ним, тогда будет более, большая достоверность, например, твоего правильно сделанного выбора На самом деле, я тоже Мы же как в чаще в этом языке Да, добавлю о том, что на самом деле, о том, что ты говоришь, читать договоры, изучать условия, сравнивать и так далее Страхование что такое? Это инструмент, это финансовый инструмент, как молоток, я не знаю Насколько верно ты его применишь Да, нужно уметь пользоваться, как минимум, даже болотком, чтобы палец себе не повредить, чтобы стекло не разбить Знать, как и уметь пользоваться Страхование тоже более сложный элемент Здесь нужно изучать, нужно в него погружаться И, как мы уже неоднократно говорили на наших предыдущих эфирах, финансовая грамотность, финансовый грамотный поведение – это труд Для того, чтобы быть благополучным, для того, чтобы разбираться в сложном текущем времени с многообразием различных продуктов Надо учиться, надо понимать, надо разбираться, надо трудиться Только в этом случае будет все хорошо с семейным и личным бюджетом У нас буквально минута о важном, о чем еще не успели сказать Можно я скажу? Сергей тоже сказал, что очень много негатива к страховому бизнесу и вообще, в принципе, чтобы снять этот негатив, очень мало На самом деле мы говорим о хорошем, о том, сколько страховые компании помогают людям Задумайтесь о том, сколько трагедий и несчастных случаев у нас происходит Например, когда семьи, обремененные ипотекой, теряют кормильцы, например И что было бы там с этими семьями, они остались бы без жилья, например, если бы не страховые компании Задумайтесь о том, когда вы берете ипотеку, нужна ли вам эта страховка жизни Потому что это все-таки долгосрочный инструмент На 15-20 лет люди берут, и, к сожалению, бывает иногда непредсказуемо Очень много, ну, как бы, будем говорить даже о каких-то там масштабных катастрофах Да, там аварии какие-то на Саяно-Шушинской ГЭС Вот у нас бывают наводнения и так далее То есть это жизненные человеческие трагедии И очень много страховой компании в этом плане помогают людям, конечно Но, к счастью, да, мы, ну, простые обыватели об этом иногда не знают Потому что это специфика нашего бизнеса И я действительно желаю, чтобы мы меньше все-таки с этим сталкивались Ну, а в случае чего страховые компании всегда вам помогут Главное, внимательно читайте документы, да Огромное спасибо вам, ребят, за беседу Да, это было действительно здорово Радио пятьдесят четыре Первое. Областное радио